МОНУМЕНТА ЖЕРТВА ФАШИЗМА С приветственными словами перед собравшимся выступил глава администрации Ленинского района Олег Беляев, который передал слово председателю Донецкого городского совета ветеранов. После этого встречи выступили ветераны-узники концлагерей и партизаны-подпольщики города Донецка, которых с каждым годом остается все меньше. Я считаю, что сегодняшний митинг, конечно, это очень большое событие и для молодежи, и для нас, как последователей того, что произошло, для очевидцев. И считаем, что надо поддерживать эти традиции шире, надо больше агитировать молодежь, чтобы они все это понимали сознательно и вели свою работу. Ну, в Донецке что происходит, это, конечно, явления очень отрицательные. И я считаю, что что-то нашему правительству надо больше разговаривать на темы пропаганды, агитировать и вести ожесточенную борьбу теми явлениями, которые нам мешают жить. Я очень осуждаю эту политику нашей Украины, которая, можно сказать, вероломно напала на наш Донбасс рабочий, крестьянский, трудолюбивый. И считаю, что с этим надо заканчивать. В заключении митинга прошло возложение цветов к подножию памятника. Глава администрации Ленинского района рассказал журналистам Новороссия ТВ о значимости этого события для Донецка и дончан. 70 лет назад был освобожден концлагерь Бухенвальд. По решению Международной Организации Объединенных Наций этот день считается международным днем освобождения узиков концлагерей. На территории нашего района, вот именно здесь, находился тоже пересыльный лагерь Дулах-162. По подсчетам Сталина-Заводской, так назывался Ленинский район после войны, здесь погибло более 25 тысяч советских военнопленных. Поэтому мы здесь, жители района, ветераны, ребята, пришли отдать дань памяти тем людям, которые погибли за свободу. Конечно, для всех нас потери родного, близкого, любого одного человека – это тяжелая утрата, а потери миллионов, тем более 27 миллионов, такого нельзя забывать. Скоро будем отмечать 9 мая 70-летия Победы. Самую дорогую цену заплатил за эту победу советский народ – 27 миллионов погибших, умерших, замученных. Поэтому все должны об этом помнить. Чем больше будет в Донецке таких мероприятий, тем будет полезнее для нашей молодежи. Дмитрий Зиньковский, Сурен Пскобичевский, специально для Новороссия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова